Ребенок – главный пассажир. Рейд под таким названием накануне провели губкинские госавтоинспекторы. Все чаще родители перевозят несовершеннолетних, не используя ни кресел, ни удерживающих устройств. Такая беспечность грозит не только штрафом, говорят инспекторы. Несоблюдение элементарных правил может обернуться трагедией. Тему продолжит Олеся Тугаукова. Только с начала этого года губкинскими инспекторами составлено почти 300 протоколов на водителей, нарушивших правила перевозки детей. Ребенок – главный пассажир. Хотелось бы, чтобы эта фраза являлась не только названием профилактического мероприятия, говорят инспекторы. О том, что на свете нет ничего дороже здоровья наших детей, должен помнить каждый водитель, собирающийся перевозить несовершеннолетнего. Однако в городе по-прежнему много беспечных родителей, которые не заботятся о безопасности своего главного пассажира. Из-за этого инспекторы выписывают им штрафы. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена частью 3 статьи 12.23. Ответственность за перевозку детей и пассажиров до 12 лет без специального удерживающего устройства. Административный штраф составляет 3000 рублей. Однако многих губкинцев штрафные санкции не пугают. Правила перевозки детей они игнорируют. Так, по вине взрослых, в этом году уже пострадали двое детей. В феврале 2015 года на 478-м километре автодороги Сургут-Салехард было совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором два несовершеннолетних ребенка получили травмы различной степени тяжести. А именно водитель автомобиля Ниссан Нот, не справившись с управлением, скользкая дорога, совершила выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Газель». В данном автомобиле «Газель» находилось двое детей, не пристегнутых детским удерживающим устройством. Если бы в момент аварии несовершеннолетние были пристегнуты детским удерживающим устройством, то серьезных травм удалось бы избежать, уверены инспекторы. Хотелось бы напомнить родителям, что они несут полную ответственность за своих детей. И самое главное – это жизнь и здоровье детей. Когда вы являетесь водителями, а ваши дети – пассажирами, необходимо использование детских удерживающих устройств. Когда вы являетесь пешеходами, необходимо показывать пример детям, как необходимо вести себя на проезжей части. Какой пример взрослые показывают детям, госавтоинспекторы проверяют регулярно в ходе таких рейдов. Как показывают беседы с нарушителями, взрослые все же понимают, что несут ответственность за жизнь ребенка. У меня два ребенка и оба сидят в кресле. Сейчас вот просто один не был пристегнут. Моя вина, не проконтролировала. Другие водители признаются, что правила перевозки детей соблюдают не всегда и называют, на их взгляд, уважительные причины. Я вообще считаю, что в городе это необязательно, потому что перемещаются каждые пять метров, останавливаются. Тут такой скорости нет. В данную дорогу, например, города ближние, Сургут, наоборот, обязательно надо. Мнение водителей и требования законодательства совпадают не всегда. Тем не менее, дисциплину соблюдать необходимо. В правилах дорожного движения сказано, вне зависимости от расстояния, перевозить ребенка необходимо в кресле или используя удерживающее устройство. По статистике, соблюдая элементарные, но такие важные правила перевозки детей, шансы уберечь ребенка от серьезных травм в случае ДТП возрастают на 40%. Олеся Тугалукова, Денис Гимб, Новости Губкинского. Стоит отметить, что за несколько часов рейда губкинские госавтоинспекторы выявили 62 нарушения. Из них два автовладельца нарушили правила перевозки детей, еще двое не предоставили преимущества пешеходу. 25 водителей превысили скоростной режим. Еще один водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, самые страшные аварии с печальными последствиями происходят по вине именно пьяных водителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова